Соответственно, потом я уже выучился на ветеринарного врача, чтобы продолжать свою карьеру, ну и, собственно, постепенно развиваюсь еще дальше. И благодаря этому я перед вами. Спасибо. Да, ну просто, чтобы вы понимали, это очень важная, востребованная, все должно быть, профессия на курсе зоопсихолога. Но у нас-то и люди пока не приучились, они специалистов массово, когда надо. Вот, ну может быть, от обратного пойдут. Сначала брать меньше приведут, а потом, может, раз работают на кошек и на собачек, можешь сам сходить, потому что там все поковырятся в мыслях разных внутренних. Не, ну, чтобы вы понимали, когда мы искали вообще зоопсихологов, мы думали, ну, это же очевидно, что у всех всего один собак, а кошек знают, что это же личность, правда. Вот у меня две собаки, они совершенно разные, просто разные, несмотря на то, что родственники, кошки, в которых все были всегда все, которые разные. Там одна добрая, вторая не очень, одна самостоятельная, а вторую нужно внимание бесконечное. Кто-то, ну, и в еде предпочтено, все разное, просто личность. И мы стали искать разных специалистов. Выяснилось, что вот настоящий зоопсихолог у нас один. День им животных через ветеринарные принципы. Вот, и, соответственно, назначают определенное лечение, рекомендации, которые помогают решить эти проблемы. Это очень важно, это поднимает благополучие и питомцев, и владельцев животных. И вот, кстати сказать, очень многие владельцы, они пытаются через животных, как раз, как у нас было сказано в вопросе, решить некоторые свои психологические проблемы. И часто себе не могут позволить психолога, но при этом вызывают зоопсихолога на дом своим котам. Или себе не могут позволить кошечку, а потом смотрят, вот там у него хорошая кошечка, думает, женщина, ну ладно, выдаст у него замуж. У него такая кошка красивая. То есть не с мужем досталась кошка, а наоборот, муж с кошкой пришел замуж. Такое тоже бывает, в общем, всякие, многие истории. Ну давайте так, вот, что на... В том контексте, чтобы общаться с людьми, общаться с себе подобными, и, конечно, владельцы должны этот ресурс полностью восполнять. Ну они просто по-разному нам это показывают. Кошки делают вид, что они независимые. Но если почитать за ушком, то они же обычно не против. Если это делает хозяин, а не кто-то, потому что бывают кошки, которые не принимают волоску от чужих. Бывают кошки, которые просят любого, кого они видят, почесать им за ушком, по пузику, побегать за ними, поиграться и так далее. И таких кошек, на самом деле, очень много, честно. Но в целом, смотрите, телевидение для животных, не пустя этого слова. Вот, если рассматривать его как для животных, но вы как зоопсихолог верите в это? Скорее верю, чем нет, потому что музыку для животных мы все знаем. У кошек есть специальные композиторы, которые создают музыку специально для них. Для собак такая же аналогичная история. Вполне возможно, что мы пришли к тому времени, когда можно сделать специальное телевидение для животных, которое будет им интересно, которое будет привлекать их внимание и эмоционально их нагружать в том числе. Вот мы будем наших зрителей обязательно просить делиться своими видео из дома, потому что мы же не сможем ко всем отойти и посмотреть, как реагировать животные. Но это еще потом, я чувствую, Мирослав, будет работа научная. Потому что огромный материал, их много и интересно. Но вот мы даже сейчас уже поняли, что нужно включать. Даже опрос нам помог, кстати. Там даже 2% футбола ждут на канале. Не то что. Придется искать тоже, показывать не просто все. Нет, не кошачий, зачем? Мы пока делаем канал, а делаем-то мы его, знаете, долгий же процесс там. Подготовка там все остальное. Съемка программ. Мы заметили, что есть коты, которые любят симфонические концерты, например. Причем умеют разбираться, что Моссард заходит, а бахнет. Для животных вообще очень важен звук. Не только изображение, но и звук на самом деле. Это правда. Они разбираются и в музыке. Им очень нравится слышать птичек, слышать всяких белочек. Им очень нравятся низкие частоты. Некоторые животные предпочитают более высокие частоты, темп, ритм. Но это они все различают. И между прочим, у них есть свои предпочтения в этом отношении. То есть нельзя сделать что-то среднее по больнице. Как мы с вами. Кто-то любит там дез метал, кто-то любит там более, ну, какую-то классическую музыку, я не знаю. Вот. Это пример. Это пример, да. И в кошек-собачек примерно та же самая история. То есть кто-то выбирает какую-то определенную свою там стихию, кто-то выбирает иное. Так. Ну и последний вопрос, который не могу не задать. А вот часто детей боятся оставлять наедине с гаджетами, с каким-то контентом, с каналами. Мы со временем там, создавая детский телеканал ООО, об этом думали много. И пытались создать линейные телевидения, которые, ну, с которым не страшно быть. Там все выверено, все точно там. Были детские психологи, детские специалисты. Сейчас у меня абсолютное дежавю, если честно. Потому что вот подходы-то они похожи, контент разный, подходы похожи. Опасно, но едини с телевизором оставлять в этом статусе. Когда я видел, смотрел здесь видео о том, как котики смотрят, значит, эфир канала, я очень сильно беспокоился, что котик сейчас прыгнет на вот эту плазму, и кронштейн не выдержит, и вот это все, оно упадет, разрушится. И такое очень часто бывает. Только если в этом смысле. Мне кажется, что, в принципе, когда мы уходим из дома, чтобы как-то развлечь питомца и сгладить его одиночество, пока мы на работе, там, по своим делам, куда-то ушли и так далее, вполне допустимо включить видео, вполне допустимо включить какие-нибудь интересные видосики, и в том числе канал для животных, и думаю, это будет очень полезно. Спасибо огромное, Мирослав Волков, зоопсихолог, который нам очень помогает, и еще, надеюсь, будет помогать дальше в создании нашего телеканала.